всем большой привет меня зовут альфия добро пожаловать на мой канал в этом видео мы с вами приготовим легкий но очень вкусный рыбный супчик у меня здесь будет рыба это горбуша я ее уже почистила в магазине нам ее выпотрошили сейчас подготовим эти кусочки для варки и так я не люблю когда вот оставляют хвосты и вот эти все вот штучки в общем половники на рыбе поэтому я полностью от них отделяю значит наше мясо и вернусь к пара секунд итак моя рыба уже готова к разделке я хочу нарезать достаточно крупными кусочками потому что в последствии я буду отделять филе от кости если вы не хотите проделывать достаточно муторный процесс то можете резать на меньшие кусочки тут поэтому смотрите потому как вам больше нравится у меня здесь рыба горбуша очень очень нежная попалась и так вода у меня уже подготовлена я сюда положила один листочек лаврового листа и буквально пару горошин душистого черного перца будем варить так и наверно немножечко совсем подсолю вот кусочки складываем холодную воду и отправляем на плиту варим примерно 15-20 минут это прям максимум потому что рыба варится достаточно быстро все конечно же зависит от кусочков от размера кусочков рыбы и того как вы будете варить если вы потом не будете убирать филе вот как я то вы продолжаете просто сюда класть все овощи если вы будете идти по моему рецепту то варим значит 15 минут пока варится наша рыба мы приготовим овощи сегодня у меня это морковка и несколько небольших картофелин также я обычно еще кладу лук но сегодня его не будет поэтому можно обойтись и таким самым-самым стандартным набором овощей режем либо кубиками либо небольшой соломкой кому как нравится мне нравится когда совсем небольшие такие кусочки картошки поэтому я крашу достаточно мелко и и и и Смотрите, наша рыба уже приготовилась. В итоге она у меня варилась всего 10 минут с момента закипания. Бульон я полностью процедила, потому что все-таки не хочу, чтобы на донышке оставались какие-нибудь возможные косточки, так как я буду отделять мясо от костей на кусочках, поэтому все-таки лучше процедить. Итак, теперь мы ставим этот наш бульон на плиту, доводим до кипения и бросаем туда овощи. Пока варились наши овощи, я уже перебрала рыбу, удалила все косточки, часть отправила сразу в порционные тарелочки, а все остальное переложила в супницу. Теперь нам нужно взбить 2 яйца с щепоткой соли. Взбиваем достаточно хорошо, чтобы была, ну, такая, знаете, более-менее однородная масса. Все это время наш бульон стоит на плите. Естественно, я сейчас просто сюда вам его перенесу, чтобы снять это удобно, потому что у меня нет возможности снимать удобно на плите, но вообще вы это делаете, не снимаясь с огня. Итак, вот в кипящий бульон тоненькой-тоненькой стройкой нам нужно вылить вот эти взбитые яйца и продолжать варить. Итак, смотрите, мешаем и совсем тоненькой-тоненькой струйкой выливаем в суп. Видите, он сразу же, весь, ну, все яйцо, желток и белок сразу же сворачиваются, и у нас получаются такие яичные хлопья. Вот в рыбном супе я всегда так делаю, это очень вкусно. Ну, еще я довожу до кипения, и все, наш супчик получается готов. Можно уже разливать бульон по порциям. Если же вы хотите такой достаточно, ну, прозрачный, чтобы был бульон, то, естественно, можно этот моментик уже пропустить. Ну, я вам рекомендую, обязательно попробуйте, это очень-очень вкусно. Ну, вот и все, наш супчик готов. Он получился очень вкусный, смотрите, какой насыщенный бульон. И вот он получился все равно прозрачным, кстати. Просто вот, если кто-то не любит, конечно, яйца, то я рекомендую их, конечно, мне класть. Но в целом это очень легкий и очень вкусный суп, который не требует каких-то особых навыков в поварском деле. Поэтому такое сможет осилить любая. Надеюсь, вам мой рецепт пригодится, окажется полезным. Всем вам большое спасибо за внимание, приятного аппетита, готовьте с любовью. Пока-пока!